В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Председатель Совета депутатов Станислав Радченко встретился с жителями Калиновки. Максимальный широкий круг вопросов освещается, в том числе с участием в государственных и региональных программах. 3D в медицине. Хирурги Винновской районной клинической больницы впервые провели операцию под названием краниопластика. Пациенту была выполнена экстренная нейрохирургическая операция. Лето в городе. Познавательная программа «Дорога в космос» для ребят из школьного лагеря в историко-культурном центре. Дети в восторге, а самое главное, родители тоже очень рады, потому что дети все рассказывают. Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко встретился с жителями деревни Калиновка и отчитался о проделанной за год работе. Пообщались в формате вопрос-ответ и определились с планами. Подробнее в репортаже Юлия Погасян. Деревня Калиновка уютно расположилась в уединенном уголке вблизи крупного подмосковного города Видное. Территория привлекает жителей размеренным ритмом, тишиной и зеленью. Однако, как и в любом населенном пункте, здесь есть свои трудности, многие из которых по запросу быстро решаются. Во многом этому способствует депутат по данному избирательному округу Станислав Радченко. Очень замечательная деревня. Вы знаете, редко вот такая деревня, и чтобы все было. А здесь практически есть все. У нас есть замечательная школа, у нас храм, у нас досуговый центр, у нас библиотека. То есть мы не стоим на месте, мы развиваемся, идем дальше. Да, есть вопросы по воде, по свету, по дорогам, но они все решаемые. Поэтому нужно вовремя нам писать заявки, доводить до сведения. Я думаю, это не такие большие вопросы, мы их обязательно все порешаем. Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко провел с жителями Калиновки встречу. Доложил о проделанной работе, выполненных наказах и ответил на насущные вопросы. Среди них установка искусственных неровностей на центральной улице деревни. Последний ближайший полицейский, который есть по центральной улице, он очень, так сказать, далеко от станции. Получается, что они успевают набрать эту скорость, ну, как бы прямо вот около моего дома. И я вижу, как летают эти машины. Тротуаров у нас пока тоже нет, но я надеюсь, что тоже когда-нибудь будут. Вот. И вот он сказал, что обязательно в этот вопрос рассмотрят и посмотрят вот прям территориально, где он нужен. Хотя мы писали уже на Добродел, но написали, что пока никак. Так. Ну, в общем, Станислав Николаевич сказал, что возьмет на контроль. Поэтому ждем. Встречу Станислав Радченко провел в новом здании досугового центра «Юность», который теперь располагается на первом этаже многоквартирного дома и занимает территорию почти в 400 квадратных метров. Среди наказов, выполненных за год, полная замена плафонов уличного освещения и сетей холодного водоснабжения, очистка шахтных колодцев, строительство детской, тренажерной и контейнерной площадок, создание тротуаров, асфальтирование дорог, организация движения автобусного маршрута номер 8, благоустройство. И вот как раз такого рода вопросов решенных уже достаточно много. Будем работать дальше. Тем более, учитывая, что у нас впереди еще достаточно непростое время и главное время – это наша избирательная компания губернатора. Мы поддерживаем кандидатуру Андрея Юрьевича. Естественно, сейчас максимальный широкий круг вопросов освещаемся, в том числе с участием в государственных и региональных программах, с участием, естественно, финансирования правительства Московской области. Такие встречи с жителями стали традицией и проходят несколько раз за год. Практику применяют и другие депутаты Совета. В планах у Станислава Радченко посетить и остальные территории своего избирательного округа. Юлия Погосьян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно.ТВ. Хирурги Видновской районной клинической больницы впервые провели операцию под названием краниопластика. Они восстановили отсутствующий участок костей черепа пациента с помощью титановой сетчатой 3D-пластины. 31-летний Юрий Колодей не предполагал, что всего за день его жизнь может так круто измениться. Полгода назад молодому человеку внезапно стало плохо. Глазы кружились, то есть рефлексы тошноты, дисбаланс, затруднения на движении были. Ну, что-то похожее было на стрясение. Я сначала думал, что это оно. Ну, как бы, ну, не обращая так сильно внимания, не испугалась, можно так сказать. Вызвали скорую помощь. Юрия доставили в стационар ВРКБ, где на компьютерной томографии обнаружили внутримозговую гематому. При поступлении состояния тяжелые, пациент с опорой, в связи с чем пациенту была выполнена экстренная нейрохирургическая операция, резекционная трепанация черепа, удаление внутримозговой гематомы. В ходе операции была удалена часть кости в правой височно-теменной области. Без нее Юрий прожил несколько месяцев, пока сходил отек головного мозга, и специально для него изготавливалась титановая сетчатая 3D-пластина на 3D-принтере. Область, где была резекционная кость, механический головной мозг не защищен. Для того, чтобы была механическая защита головного мозга, планировалось выполнение операции краневого пластика титановой пластины. К раннюю пластику хирурги в РКБ провели впервые. Операция, длившаяся час, прошла успешно. Юрия домой выписали на пятые сутки. Усои хорошие, кормят нормально. Отношения медсёстры хорошие. И вот прям благодарность хочу выразить Рамзану, что он действительно так всё хорошо, отлично сделал. В скором времени подобные операции видновские медики планируют поставить на поток. Наука, если нет тех рук, которые нужны, она бессмысленна. Нужен и человек, который всё это сможет правильно организовать, адаптировать те данные, которые у него есть, правильно подготовить пациента, правильно организовать его последующую реабилитацию. Безусловно, здесь человек на первом месте, а потом уже в помощь нам наук. Ну а Юрий сейчас чувствует себя хорошо и через день приходит на перевязки. Совсем скоро ему снимут швы, а затем можно и на работу, улыбается мужчина. Екатерина Борисова, Кирилл Ванов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. В самый разгар лета свою работу продолжают пришкольные лагеря. Ребята из седьмой школы города Видное узнали много нового, посетив познавательную программу «Дорога в космос», которую для них провели в историко-культурном центре. Дети из летнего лагеря «Радуга» при Видновской школе номер 7 посетили историко-культурный центр. Для ребят подготовили познавательную программу «Дорога в космос», посвященную истории воздухоплавания, авиации и освоению человеком космического пространства. Конечно, ребятки еще маленькие, но что-то останется в памяти. Хочется, чтобы и на остальных мероприятиях они запоминали, что-то говорили, рассказывали дома, но и все это в жизни им, я думаю, пригодится. Увлекательные рассказы сотрудницы ИКЦ чередовались с фрагментами документальных фильмов. Ребята с интересом слушали лекцию про Юрия Гагарина и Валентину Терешкову, задавали интересующие их вопросы и участвовали в диалоге. «Первым человеком, которым покорил космос, был, подсказывайте, Юрия Гагарина». За время летних школьных каникул мальчики и девочки посещают разные городские мероприятия. В историко-культурный центр они ходят каждую неделю. «Дети в восторге, а самое главное, родители тоже очень рады, потому что дети все рассказывают, естественно, вечером. И родителям очень нравится, что дети также познают достаточно много новой полезной информации, но не сидя за партами, а вот так вот интерактивно». По завершении мероприятия все сделали общее фото на память. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Летом в городе благодаря энтузиастам даже у многоэтажек расцветают палисадники. Героиня нашего следующего сюжета Наталья Курдасова превратила площадку возле дома 22 по улице Советской в Цветущий сад, в котором побывала наша съемочная группа. Красота спасет мир, и зачастую человек создает ее своими руками, как сделала видновчанка Наталья Курдасова. Она разбила прекрасный цветущий сад под окнами своего дома. Цветнику под окнами Натальи Курдасовой уже 15 лет, а все началось с куста пиона, привезенного с дачи. Потом посадила ирисы, лилии, хризантемы, несколько кустов сирени и жасмина. Здесь где ни копни, потому что по домам здесь либо кусок бетона, либо кусок асфальта, плюс сама земля как асфальт, естественно. Столкнулась с вандализмом. Конечно, сначала было очень много безобразия. И воровали, и срывали, и срывали, и все делали. Сейчас все как-то ушло в прошлое. По очереди, сменяющие друг друга в цветении растений, это возможность любоваться красотой палисадника долгое время. Начиная от гиацинтов и крокусов в апреле и до хризантем, которые цветут весь октябрь и захватывают ноябрь почти целиком. Но, несомненно, королевы сада – это розы, считает хозяйка цветника. И место они занимают соответствующее в центре участка. Несмотря на то, что розы – достаточно капризные растения, Наталье удалось вырастить на своем участке целых 10 видов. Особую сказочность саду придают фигуры животных, которые Наталья создает вместе с мужем из подручных материалов и в технике папье-маше. Появился ослик у меня сначала. Муж мне сделал. Потом лебедь, потом черепахи, потом он мне сделал мельничку. Тоже все из подручных материалов. Ну, свинюшку сделала, конечно, я сама. Можно жаловаться на неухоженный и серый двор, а можно самому превратить площадку возле дома в цветущий сад. Приятно. Приятно, когда люди проходят, когда благодарят, когда как-то питаюсь я, что ли, какой-то вот такой энергетикой хорошей от этого. В прекрасном саду побывали Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.